За полтора часа прямой телефонной линии первый заместитель председателя комитета госконтроля Беларуси Иван Романович успел принять 11 звонков. Среди тем оплата услуг ЖКХ, жилищные вопросы, качество строительно-монтажных работ, оптимизация школ, транспортное обеспечение и работа автолавок. К примеру, жительница Ивацевичского района, которая совсем недавно заселилась в новую квартиру, переживает за качество постройки дома. Женщина уверена, что среди прочих недочетов установлена с нарушениями отопительная система. Дело в том, что здесь установлены как-то неправильно, на мое мнение, батареи отопления. Дело в том, что на комнату 16 квадратов стоит одноконнекторная литская батарея 50 сантиметров. К примеру, у меня в ванной стоит точно такая же 40 сантиметров, хотя в ванной у меня стоит площадь 4 квадрата. И для того, чтобы не отопить помещение, мне нужно, чтобы котел даже в плюсовую температуру, когда на улице, плюсовая температура, должен работать на 65-70 градусов. Это большой перерасход газа и электроэнергии. Это надо смотреть документы. Поэтому я вам так вот за ошто не могу что-либо ответить. Но одно хочу сказать, это вопросы устранимы. Я не обязан их устранить. Учитывая тот факт, что дом был сдан в апреле 2015 года, сегодня его жильцы могут обратиться в фирму, которая его возводила за выполнением гарантийных обязательств. К ходу этого процесса будет уделено пристальное внимание со стороны контролирующего ведомства. По данному обращению, как и по всем остальным, проведутся проверки. И в случае обнаружения нарушений или недочетов в работе, соответствующим службам и руководителям будут доведены требования об их устранении. У нас стоит задача по каждому обращению, устное, письменное, объективно разобраться. И когда человек не прав, тоже надо сказать ему, что вы не правы и мы ничего тут не можем помочь. Но нужно это сделать по-человечески, с пониманием той проблемы, с которой ты обратился к тебе. Каждое обращение у нас на контроле и по каждому даем ответ гражданам. По каждому. Большинство проблем, которые беспокоят дозвонившихся жителей Брещины, могут решить представители власти на местах, если проявят большее внимание к обращениям. Такое мнение выразил Иван Романович по итогам прямой линии приема граждан в областном центре. Однако определенную долю ответственности необходимо взять на себя и самим людям. Нередко бывает так, что даже не попробовав найти решение, человек сразу обращается за помощью к руководству области или республиканских ведомств. Такое недоверие к руководителям в районах и городах порой только усложняет поиски вариантов решения проблемы.